книга открытым оком том 26 тема промысел божий вопрос 3802 если исходить не из того что видим когда мужчины спились а женщины только в низших сферах деятельности долгие годы могли заниматься и не было им возможности интеллектуально развиваться вопрос о самом истоке как было именно при сотворении равны ли были умственно адам и ева и проявляется ли то зачаточное мышление сегодня где-то и как-то отвечает игнатий тихонович лапкин мы всего никогда не узнаем судим только по написанному в святой и вечной книге книг в библии а из библии мы совершенно точно узнаем что ева была крайне легкомысленно аналитического мышления у нее и в зачатке не было вот плод полной эмансипации и все феминистки есть ничто иное как возвратившиеся к тому дереву где на кафедре стоит первый демагог смутьян ева легко поверила дьяволу змею и этот семиглавый дракон скружил ей голову и она бога посчитала лживым а сатану вполне достойным полного доверия потом некоторые женщины стали намного умнее евы и рассуждение их иногда превышали легкомысленный подход мужчин в быту не боюсь что ты меня оставишь для какой-то женщины другой а боюсь я что однажды станешь ты таким же как любой другой и пойму я что одна в пустыне в городе огнями залитом и пойму что нет тебя отныне не на этом свете не на том вероника тушного песни песней соломона 2 глава 3 стих что яблоня между лесными деревьями то возлюбленной мой между юношами в тени ее люблю я сидеть и плоды и и сладки для гортани моей она сидела на полу и груду писем разбирала и как остывшую золу брала их в руки и бросала брала знакомые листы и чудно так на них глядела как души смотрят с высоты на имя пробное тело о сколько жизни было тут невозвратимо пережитой о сколько горестных минут любви и радости убитой стоял я молча в стороне и пасть готов был на колени и страшно грустно стало мне как от присущей милой тени 1858 год тютчев федор иванович песни песней 86 положи меня как печать на сердце твое как перстень на руку твое ибо крепка как смерть любовь люта как преисподня ревность стрелы ее стрелы огненные а на пламень весьма сильный снится мне что я усталый конь волоку телегу сквозь огонь и со мной в упряжку впряжена маленькая девочка жена слезы по щекам блуждает взгляд волосы ее уже горят брось телегу глупая беги дальше вовсе не видать низги нос в веснушках подняла рябой заглотнула слезы я с тобой 1967 год лев ашанин сирахов 37 с 26 по 28 стихи приобретающий жену полагает начало стяжанию приобретает соответственно ему помощника опору спокойствие его где нет ограды там расхититься имение а у кого нет жены тот будет вздыхать скитаясь ибо кто поверит вооруженному разбойнику скитающемуся из города в город у нас с тобой межвозрастный конфликт не помогли не свечи не подкова и жизнь моя как современный клип на музыке звучащие из былого но от твоих мелодий я оглох как ты от тишины исповедальной мы вышли из враждующих эпох на встречу со враждой индивидуальной и примирение нам не суждены кто океан а кто глухая дамба и в этой драме нет моей вины а уж твоей здесь нету и подавно но я тебе ни в чем не уступлю и ты наверно тоже не уступишь прости я независимость люблю намного больше чем меня ты любишь андрей дмитриевич дементьев 1 коринфянам 11 глава 3 стих хочу также чтобы вы знали что всякому мужу глава христос жене глава муж а христу глава бог не знаю я коснется ли благодать моей души болезненно греховной удастся ли ей воскреснуть и восстать пройдет ли обморок духовной но если бы душа могла здесь на земле найти успокоение мне благодатью ты была ты ты мое земное проведение 1851 год федор иванович тютчев сирахов 37 с 23 по 25 стихи женщина примет всякого мужа но девица девица лучше красота жены веселит лицо и всего вожделение для мужа если есть на языке ее приветливость и кротость то муж ее выходит из ряда сынов человеческих я поняла то не хотел мне зла ты даже был предельно честен где-то ты просто оказался из числа людей не выходящих из бюджета не обижайся я ведь не в укор ты и такой мне бесконечно дорог хорош что нет ли это сущий вздор любить так уж любить без оговорок я стала невеселая прости пускай тебе раскаяние не гложет сама себя попробую спасти никто другой спасти меня не может забудь меня из памяти сотри была и нет и крест ставь на этом а раны заживают изнутри а я еще уеду к морю летом я буду слушать как идет волна как в грохот шум ее перерастает как отступая шелестит она как будто книгу вечности листает не помни лихо не сочти виной что я когда-то в жизнь твою вторгалась и не печалься все мое со мной и не сочувствую я не торговалась вероника тушнова бытие 2 глава 18 стих из 21 по 25 стихи не сказал господь бог нехорошо быть человеку одному сотворим ему помощника соответственного ему и навел господь бог на человека крепкий сон и когда он уснул взял одно из ребра его и закрыл то место плотью и создал господь бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку не сказал человек вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою ибо взята от мужа потому оставит человек отца своего и мать свое и прилепится к жене своей и будут одна плоть и были оба ноги адам и жена его и не стыдились